Привет, друзья! Мы на канале Official Johnny Style. Меня зовут Максим. И мы продолжаем немножко самоизолироваться. Всё ещё идёт карантин. Мы в Москве. Но на улице уже по-весеннему хорошо. А я снимаю из своей, можно сказать, в выездной студии. Это Болкон. От слова Болкон. Ну, или, конечно же, Болкон. От слова Болк. Но, в принципе, это то место, где в период самоизоляции, не нарушая правил, можно подышать фактически свежим воздухом. Ну, а теперь... Я даже не знаю, о чём я сейчас буду вам рассказывать, потому что, если честно, я не подготовился. Я не думал, о чём мы будем с вами говорить. Ну, давайте посмотрим, что у нас за окном. А за окном у нас вот такая вот красивая панорама. То есть, это вот гаражи, это вот мойка, там вот дома, здесь дороги, вот люди. Вот тут вот у меня есть вот такая вот классная лягуха. Здесь вот у нас чайхана, салон красоты. Ну, вот как-то так. Ну, а на самом деле сегодня, вот вернёмся сейчас ко мне, вот так вот, вот, наверное, вот таким вот ракурсом вернёмся сейчас ко мне. Да, ну, а сегодня я, наверное, хотел с вами поговорить о спорте, наверное. Правильно сказать о спорте, о тех возможных вещах, которые можно делать, ну, в период самоизоляции дома. То есть, что можно делать для поддержания физической формы. Кому это реально интересно, так как я достаточно, ну, часто раньше по работе ездил в командировке. То есть, мне, ну, наверное, хотелось как-то поддерживать себя в форме. И с утра делал что-то наподобие зарядки. Ну, сегодня, наверное, постараюсь вам показать, что это было и, ну, какие-то были упражнения, поскольку раз я их делал и сколько времени занимала зарядка. Ну, ребята, тогда давайте начинать потихонечку. Всё это я буду делать в режиме своей супер-мега-студии, то есть на балконе. Ну что, поехали. Путь! Итак, ребята, первое упражнение, которое я всегда выполняю, когда делаю зарядку, это круговые движения головой. То есть, это приблизительно вот так вот. Это вот так вот. Это вперёд. Это на вперёд. Это вбок. Это вбок. Это вперёд. То есть и крутим, и в обратную сторону, и сюда. Движение головой. Это очень важно, потому что сразу начинается приток крови в голове. Сразу начинаешь думать позитивно. Сразу начинаешь быстро входить в рабочий процесс. И ещё раз. Головой покрутили, головой покрутили. Туда-сюда. Туда-сюда. Итак, упражнение номер два. Это всегда отжимания. Отжимания хорошо прорабатывают у нас верхний плечевой пояс. Это плечи, трицепсы. Это грудные мышцы. Ну, соответственно, попробую вам показать в моей маленькой студии, как это всё делается мной каждое утро. Утром я стараюсь себя не перегружать. И делать это где-то, наверное, раз 10-12 в одном подходе. Больше достаточно и не надо. Поэтому вот занимаем положение. Вот, наверное, как-то вот так. И делаем такие вот движения. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ну и так далее до 10. Или же даже потом до 12. Ну и, конечно, после отжиманий у нас идёт небольшое растягивание спины. То есть, это что-то наподобие, наверное, какой-то йоги, может быть. А может быть и не йоги. Вот сейчас немножко вот так. И тянем немножко спину. После отжиманий. Это обязательно. Соответственно, мы потянули спину. Вот так вот. Делаем. Делаем, наверное, ну, может быть, секунд по 10. Ну, раза три-четыре, ну, вполне достаточно. То есть, это вот у нас третье упражнение. Четвёртое упражнение. Это любое упражнение на пресс, либо на верхний, либо на нижний. Ну, давайте. Давайте сделаем что-то наподобие верхнего пресса. То есть, вот. Сидя, поднимаем ноги. Вот это я делаю вот так. 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 Вот так. Либо вот так. Два. Три. Четыре. Пять. И это всё мы делаем по 10 раз. То есть, если мы делаем на нижний пресс, это 10 одной ногой, 10 другой ногой. И 10 другая ногами в месяц. А если мы делаем на верхний пресс, то это раз 15 просто подъемов туловища в одном подходе. То есть, для зарядки это вполне классно. Дальше у нас происходит всё достаточно просто. Дальше мы занимаем вот такое положение. То есть, вот так. Вот такое положение. И делаем как бы полуприседы. Хоп, 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 хоп. Тоже делаем раз 10, может быть 12. То есть, полуприседы это и растяжка подколенных сухожилий, и в то же время приседания на мышце ног, чтобы кровь побежала от самых пяток до макушки. И назад. И при этом, конечно же, правильно дышать. Вот такие, наверное, простенькие непосредственные упражнения. То есть, у нас получается что? У нас получается кручение головой. Вот так вот у нас кручение головой. Первое у нас, это первое упражнение. Второе упражнение, это у нас отжимания. Третье упражнение, это у нас растягивание спины. Четвёртое упражнение, это у нас пресс, либо верхний, либо нижний. И пятое упражнение, ну я обычно его делаю первым, но сегодня, наверное, тяжело вам будет его показать. То есть, это вис на турнике или подтягивание. Да, у меня дома есть турник, и я могу на нём подтягиваться. Если у вас дома нет турника, то, в принципе, можно имитировать движения, которые делаются, которые ваше тело выполняет при подтягивании. Их можно имитировать с небольшим напряжением мышц спины. Это тоже будет очень хорошо. Это очень хорошо разогревает ваше тело и готовит его к дню рабочему или выходному. Ну, то есть, наполняет тело вашей энергией. Ну, наверное, всё. Ну, в принципе, по желанию можно ещё потянуться. Но, опять-таки, я не тянусь, потому что я мега негибкий человек. И поэтому, ну, поэтому вот так, то есть, вот они, мои, в принципе, 5 упражнений с утра, которые по времени занимают, ну, от силы 15 минут. Но эти 15 минут дают мне максимум заряда на весь день вперёд. Подъём в 6.15, отбой где-то в районе 23.15. Вот мой, соответственно, день. Поэтому, поэтому вот так, ребята, давайте сейчас мы будем плавно переходить к завершению. И надеюсь, что мой комплекс кому-то будет очень полезен. Да, ребята, это были мои, можно сказать, 4 упражнения плюс одно, которые вы не увидели, а не увидели вы подтягивания. И я подумал и решил, что я вам покажу, что такое подтягивание, на чём я его делаю и как я его выполняю. Так что давайте сейчас переместимся из моей супер-мега-выездной балконной студии к снаряду. Итак, мы находимся, можно сказать, на перепутье. И за мной, вот, наверное, вот так вот будет хорошо видно, это тот турник, на котором можно и повисеть, и подтянуться. Ну что, тогда попробуем сейчас установить камеру хорошо и сделать несколько движений, которые я выполняю практически каждое утро. Может быть, иногда в воскресенье даю себе небольшую слабину. Но так, 6 дней в неделю, железно, каждое утро я подтягиваюсь по 5 раз. Итак, это вот опять я. Вот так вроде бы всё должно быть нормально. Но движение всё достаточно очень простое. Зуцепились. И подтянулись. Повиснили. Подтянулись, полисели. Подтянулись, полисели. И вот так мы делаем 5 раз. Каждый день, 6 дней в неделю, 5 раз. Итого, в принципе, в неделю получается 5 умножить на 6 около 30. Мы опять в студии. Вернее, я опять в студии. Так скажем, я так перелетаю из студии на объект, с объекта в студию. И пытаюсь вам рассказывать о каких-то вещах, которые связаны со мной. Итак, сегодня я вам рассказал о том комплексе, который я стараюсь выполнять, ну, как я уже так прыгал немножко. То говорил каждый день, то говорил 6 дней в неделю. Но в целом, то есть вот не менее 6 раз в неделю я стараюсь выполнять этот комплекс утром, чтобы полностью себя зарядить каким-то таким позитивной энергией и как бы придать себе работоспособности. Итак, еще раз возвращаясь, вот то есть как бы по всему видео здесь будет понятно какие-то упражнения. То есть я сначала говорил, что не буду показывать, что такое подтягивание, все как бы знают. Но все-таки я показал, где это все это есть у меня здесь. Да, и опять-таки, что какие-то упражнения, то есть первое упражнение это кручение головой. Ну, я иногда вместо головы делаю кручение туловищем, но в целом, то есть кручение либо головой, либо туловищем оно присутствует. Обязательно отжимания, обязательно растягивание спины, обязательно пресс, либо пресс верхний, либо пресс нижний. То есть это либо поднятие туловища, либо поднятие ног. Ну, ноги, то есть одна, там сначала правая, потом левая, потом две вместе, то есть и того вот это все как бы там набегает. И обязательно подтягивания, то есть подтягивания делаю всегда первым, а дальше уже и захожу, так скажем, в свой тренажерный зал и, собственно говоря, стараюсь утром немножко, немножко себя, как это правильно сказать, то есть разогреть, разогнать. Я думаю, что где-то, наверное, может быть на следующей неделе, а может быть через неделю я вам покажу, в принципе, еще упражнения, которые можно делать в домашних условиях. Ну, опять-таки, сейчас у нас карантин, сейчас у нас самоизоляция, вроде как нежелательно ходить на улицу в плане того, что, то есть как бы заниматься спортом на свежем воздухе, но поэтому вот как бы каждый приспосабливается как может. И, соответственно, вот я приспособился так. Соответственно, меня зовут Максим, вы были на канале Official Johnny Style, это видео вы, наверное, найдете в моем плейлисте «Городская жизнь». И да, это уже второе видео с просторов самоизоляции. Сегодня никаких смешных, наверное, смешных стихов не будет, стихотворений, которые сформировали целое видео ряд, как это было в предыдущем видео. Но, в целом, давайте я вам скажу вот такое, наверное, двухстишье. Если ты не будешь бит, то тебя все победит. Но, а если будешь ловок, то таким и оставайся. Ну, немножко не в рифму, но все равно, наверное, вы сейчас улыбнулись. Поэтому я вам всем машу. Думаю, что уже, наверное, через одно или через два видео можно будет снимать, опять-таки, может быть, из гостиничного номера в каком-нибудь городе. Либо с просторов какого-нибудь завода, куда я отправлюсь в командировку. А так сейчас самоизоляция, сейчас карантин, удаленная работа. Поэтому видео достаточно сумбурное, но в то же время познавательное. Если вам понравилось, ребята, вот, наверное, я всегда пытаюсь показать в камеру, как бы, поставьте лайк. Да, поставьте лайк. И, соответственно, подпишитесь. И под видео в комментариях можете задать вопросы. И я надеюсь, что вам это видео понравилось. Поэтому перепост всегда приветствуется. Ну, а так что это был Official Journey Style. Меня зовут, еще раз говорю, Максим. И обращайтесь ко мне на ты. Поэтому всем пока.